В связи, пожалуйста, есть у вас вопрос. Каргатский район. Добрый день. Я председатель общества инвалидов Каргатского района. У меня к вам вопрос. Влияет ли продолжительность трудового стажа в предыдущении трудовой пенсии? И какого максимальный размер трудовой пенсии по Новосибирской области? Спасибо. Спасибо за вопрос. В принципе, минимального и максимального размера, как категории, которая оценивается обществом, не существуют чисто статистические вещи. Ну вот сегодня, исходя из разных категорий получателей пенсии, мы помним, это и социальные пенсии, трудовые пенсии, трудовые пенсии по старости. Есть еще категории граждан Новосибирской области, которые особыми заслугами пользуются. Я вот так вот, как это называется, не для эмоциональных оценок, но могу назвать, что ветераны-участники Великой Отечественной войны имеют сегодня все-таки некоторое максимальное пенсионное обеспечение. Это около и чуть-чуть 30 тысяч. Ну, общество прекрасно понимает, во время каких, так сказать, вкладов и заслугами сегодня сформировано. Средняя трудовая пенсия по Новосибирской области колеблется в пределах, вот после всех последних индексаций на уровне 10 тысяч, скажем так, 500 рублей, чтобы не мучиться от каких-то там более мелких цифрах. Значит, в год, с учетом всех индексаций, изменения проходят примерно на величину до 1000 рублей. Это практически три года подряд мы имеем с вами индексации двукратные по году. Это так называемые февральские и апрельские с первого числа каждого месяца. Ну, вот предыдущая, последняя индексация, это 6,6% была февральская и апрельская, 3,3%. То есть, в целом, пенсион, конечно же, увеличивается. Значит, роль стажа, ну, достаточно велика для тех, кто трудовые свои, так сказать, будни и основной вклад формирования пенсии сформировал. До наступления страховой системы, там оценим каждый год трудового стажа, особо они ценные для людей, которые имели трудовой стаж, там, до 91-го года. Значит, там каждый год особый процент имеет въезда при расчете. Значит, значительная часть влияния, там, скажем, от 92-го года до 2002-го года, до введения страхового процента, там тоже этот трудовой стаж имеет влияние. Особый трудовой стаж сегодня, конечно, имеет влияние для лиц, которые пользуются пенсиями особыми, льготными, заслуженные, напряженные, вредные условия труда. Там, естественно, получая более раннюю возможность законом установленного выхода на пенсию, гражданин, естественно, в том числе и должен подтверждать именно стажем тот срок, который он отработал для получения вот этой заслуженной пенсии. И, соответственно, для выхода на нее, там, в 50-45 лет мужчины и женщины, если это особые списки, в 55, там, в 50 лет, опять-таки, мужчины и женщины, если это некие другие списки с более легкими. Ну, вот, собственно, все влияние. Значит, новая пенсионная реформа, которая сейчас прорабатывается, значит, там все-таки, как бы, отработаны принципы, которые все-таки, ну, стаж, продолжительность будут особыми коэффициентами учитываться при расчете. Ну, то здесь мы подождем до момента ее введения и там, наверное, вместе с вами оценим ее, как бы, и целесообразность уже на тот момент.